Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаем дегустировать томаты. Те вот, которые я оборвала, дошли до толстого джека. Сейчас посмотрим толстого джека. Я уже описывала его, когда он был в теплице на кусту. Но сейчас я для тех, кто, возможно, не видел этот видеоролик, я быстро пройдусь по характеристикам. Это вот тот самый, который урожайный, который куст будет весь облеплен. Куст детерминатный, высота 1 метр, на улице еще ниже 50-70 сантиметров. Он ранний цвет красный, форма классическая, плоско-округлая, вот, обыкновенный томат. Но он отличается тем, что большинство огородников, которые его выращивают, признают его одним из самых лучших на вкус. Самых мясистых, самых сладких, самых таких удачных сортов из ранних. У него вес может быть 200-300 грамм. Это зависит от условий выращивания, от формирования. Я вот свои не формировала, они вот сколько было, сколько сформировалось, опылилось, столько и выросло. У меня 170 граммов, я вот вешала примерно 150-170. Ну, конечно, вы видите, что на нижних кистях они крупнее, потом на второй, третьей кисти идут уже помельче. Но это неважно, даже вот такие вот 120-130 граммов, очень вкусные плоды. Мякоть сладкая, ароматная. И он, сам томат, он такой очень плотненький. Я сейчас разрежу, мы посмотрим. Этот томат, он не принадлежит к бифтоматам, но все равно он мясистый. Вы видите, что я вот сегодня бифтоматы описывала, что у тех больше семенных камер, но меньше самих семян. А у этих, вот это раз, два, три, по-моему, три семенных камеры или четыре, я даже не могу понять, они слились. У таких томатов больше семянок и меньше томатного мяса, но все равно они мясистые. Сейчас разломим еще так. А, еще просят показывать, вот здесь вот, у плодоножки, есть ли зеленое пятно. Никакого зеленого пятна у него абсолютно нет. Возревает плод полностью. Сейчас разломлю. И так же, как у предыдущих, у тех, которые крупные, которые мясистые и сахаристые считаются, у него такая же, смотрите, арбузная мякоть. Но еще, опять же повторюсь, наверное, уже всем надоело, что это зависит еще от лета. У нас нынче лето было жаркое, ну, по крайней мере, та часть лета, когда он взревал, было много солнца, так как он в теплице, он был не залит водой, в полусухом режиме выращивался, поэтому он не водянистый, он сладкий и очень плотный плод такой. Сейчас попробуем. Кислинок нет. Вот этот сорт можно вырастить полностью сладким, сахаристым мясистым, без присутствия вот этой нотки кислинки, которая обычно присуща ранним сортам. Несмотря на то, что он ранний, он в числе первых поспел, дал очень потрясающую урожайность. Посмотрите, как он был на кусту, весь облеплен томатами. Куст практически не требует посынкования, можно вырастить его без проблем, и в открытом грунте, и в теплице. Вот сорт толстый джек, он действительно толстый, его когда возьмешь в руку, он такой прям очень твердый, очень плотный томатик. Универсальное назначение, можно кушать, можно применять для томатопродуктов, для зимних заготовок, рекомендую. Многие, кто его выращивал, очень хорошие, дают очень высокую оценку этому томату. У меня он в каталоге номер 175. Пожалуйста, кто ни разу не выращивал, хотите у меня, покупайте, хотите в магазине, может быть, увидите, купите. Но попробуйте обязательно толстого джека. Субтитры делал DimaTorzok